В Женеве прошел очередной 52-й раунд дискуссий. На международной площадке прежде всего поднимаются вопросы безопасности Южной Осетии. В ходе прошедшего раунда стороны продолжили обсуждение вопроса о неприменении силы как основного и наиболее актуального вопроса повестки женевских дискуссий. По словам Мурата Джоева, участники встречи долго обсуждали данный вопрос. Однако позиция грузинских переговорщиков на протяжении нескольких лет остается неизменной. В результате на 52-м раунде также не удалось убедить грузинскую сторону в необходимости принятия документа. В направлении выработки юридически обязывающего документа, который будет согласован, вот есть такое предложение, чтобы руководители трех государств сделали такое совместное заявление. Ну посмотрим. Внести какие-то новшества. Ну да, то есть еще раз уже по прошествии времени подчеркну, что да, действительно, наше государство придерживается принципа неприменения силы. Посмотрим, какая будет реакция грузинской стороны. Делегация Южной Осетии в ходе женевских дискуссий охарактеризовала ситуацию в районах, прилегающих к государственной границе между Республикой Южной Осетии и Грузии, как стабильно напряженную. При этом, по словам Мурата Джоева, напряженность была создана грузинской стороной еще в августе 2019 года. Югостинская сторона серьезно обеспокоена ситуацией с выставлением поста грузинской полиции в районе села Уиста. На этом раунде мы опять-таки четко заявили, что именно ситуация, созданная грузинскими властями в районе села Уиста, является фактором напряженности по всему периметру государственной границы. Более того, мы даже отметили, что если уже на женевских дискуссиях мы говорим о создании обстановки безопасности, стабильности в районах границ, то именно этим шагом грузинские власти ситуацию в районе ценились, которая до того характеризовалась как стабильная, безопасная, то есть люди там жили спокойно и в югостинском селе ценились, и в ближайших грузинских селах, там Чорчана приблизительно в трех километрах, самое близкое село, то вот выставлением этого поста создана именно напряженность. Югостинская сторона также обратила внимание участников дискуссий на продолжающиеся незаконные пресечения государственных границ Южной Осетии, которые приводят к многочисленным задержаниям. Югостинские участники попросили сопредседателей женевских дискуссий убедить грузинскую сторону сесть за стол переговоров и решить вопросы делимитации и демаркации границ Южной Осетии и Грузии. Вопрос с безвести пропавшими гражданами Южной Осетии на территории Грузии также всегда остро стоит на женевских дискуссиях. Югостинская сторона в рамках дискуссий жёстко обсуждает данный вопрос. «Напомнили о том, что это выяснение их судьбы является не просто гуманитарной акцией, но это и акт гуманности. В конце концов, их матери, их родные имеют полное право знать информацию о своих детях. И мы это расценили, как если бы грузинская сторона пошла на то, чтобы дала информацию, а мы уверены, что они знают об этом, то это был бы какой-то, может быть, маленький шажок, но в появлении доверия у жителей Южной Осетии к Грузии. Ну, представители обе СИ нам пообещали, что они впредь будут активно работать над этим вопросом. Будем отслеживать ситуацию и добиваться того, чтобы, наконец-то, родственники этих молодых людей, напомню, одному из них не было ещё и 16 лет, и вообще народ Южной Осетии получил информацию о них». В ходе женевских дискуссий юго-синская сторона вновь выразила беспокойность в связи с непрекращающимися попытками втягивания Грузии в НАТО, процессом обеспечения оружием Грузии со стороны США и других стран Альянса. Было подчёркнуто, что все эти действия создают угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе. Более того, власти Грузии не прекращают вводить международное сообщество в заблуждение, предоставляя им ложную информацию. Например, вчера в соцсетях появилась информация о том, что Грузия запросила у Всемирной организации здравоохранения вакцину от коронавируса для Южной Осети. «Коллеги опять постарались отвести заявление грузин о том, что они питаются нам оказать гуманитарную помощь. Мы ещё раз поблагодарили их за ту помощь, которую мы от них не получаем и не ждём, и не хотим от них. В частности, вы, наверное, даже видели, вот вчера появилось сообщение о том, что власти Грузии предлагают вакцину Южной Осетии и Абхазии, то есть жителям Южной Осетии и Абхазии. И это прозвучало, и уже сегодня, видимо, вы видели из реакции нашего Министерства иностранных дел. То есть они предлагают нам вакцину, которой у них у самих нет или не хватает. Я лично сказал, что это не более чем, опять-таки, политический шаг».